Общий привет! До старш! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперболей. В эфире экстренный выпуск. Сегодня, 18 декабря, примерно в 6 часов вечера, мне сообщили, что в этот же день, в воскресенье, на парковке у парка первого президента, был задержан Михаил Казачков, журналист газеты «Время» и автор телеграм-канала «Казачков Оффсайт». Предположительно, его задержали сотрудники АФМ, агентства по финансовому мониторингу. Также мне сказали, что у него дома идет обыск. Я распространил эту информацию в своих социальных сетях, а вскоре и агентство по финансовому мониторингу подтвердило эту информацию и сделало официальное заявление. Агентством по финансовому мониторингу задержан Михаил Казачков. Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Косбаева в совершении рейдерских захватов. Косбаев и его сообщники отлично понимали, что отъем кампании у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы. Именно поэтому Косбаев воспользовался услугами Казачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Казачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга, Жансиитова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования. Жансиитов также помогал Казачкову модерировать его телеграм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии пользователей удалялись и блокировались. На сегодня следствием доказано, что Жансиитов и Казачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 миллиона тенге. Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте Иссентай-сети, принадлежащей престарелой Джуну Спековой, Казачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына Абдогопарова. При этом журналист грубо нарушал требования закона о средствах массовой информации, поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайны. В апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдулаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления. По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Казачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности. При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству. В начале июля 2022 года членами ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев, Айдос с участием Казачкова и Жансиитова при координации Коспаева-Ельдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе. 12 июля текущего года в Алматы Жансиитов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ Коспаевым-Айдосом. По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Казачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками. Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней. Казачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву-Айдосу от наблюдения, в результате чего последний объявлен в розыск. Как уже сообщалось ранее, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансиитов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа. Помимо этого, в отношении Казачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного сбора и распространения сведений, составляющих государственные секреты. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений. После этого заявления, со своим заявлением, выступил Международный фонд защиты свободы слова «Адильсоз». Вот что в нем, в частности, сказано. Хотели бы обратить внимание, что текст пресс-релиза Агентства по финансовому мониторингу нарушает презумпцию невиновности и статью 77 Конституции РК, где сказано «Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана, вступившим в законную силу приговором суда». Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником казну имени Альфа-Раби, имеет более чем 20-летний опыт в карьере. «Адильсоз» готов предоставить помощь Михаилу Козачкову и обеспокоен усиливающимся давлением на расследовательскую журналистику в Казахстане, что в корне противоречит объявленным президентом Тукаевым политическим реформам». Конец цитаты. Еще до обоих этих заявлений мне в WhatsApp написала адвокат супруги Михаила Анна Веретельникова и сообщилась, что ее не пускают в квартиру Михаила, где идет обыск. В доказательство Анна прислала мне несколько видео. «Я адвокат Анна Веретельникова, нахожусь по адресу ЖК Хантембри, 154-14, первый корпус, квартира 27. Это жилое помещение, где находится Кустовы Анна Викторовна. На представление интересов, которые у меня есть уведомления. И сейчас сотрудник города Алматыни пустил меня в квартиру, сказал ждать здесь. И до сих пор не открывает. Я звонила дежурному прокурору Таурия Намаров сегодня на дежурстве. Обещает найти информацию и добиться того, чтобы меня запустили. Но я стою здесь уже 10 минут. До сих пор не открываю дверь, хотя знают. Они увидели, что у меня в руках было удостоверение адвоката. Знают, что я адвокат. Я объяснила, что я на производство обыска буду участвовать как представитель Анны Викторовны. И с тех пор дверь закрыта. Данный сотрудник Департамента экономических расследований отказался посмотреть около квартиры на мое удостоверение. Вот оно удостоверение. Он меня ведет вниз по лестнице, подальше от места, где происходит следственное действие. Второй сотрудник, вот он присутствует. Дверь сейчас открылась. Выглянул сотрудник, увидел, что я ниже по лестнице. Быстро закрыл. Я продолжаю звонить, поскольку адвокатское удостоверение, я его показала сотруднику. Он отказался представиться. В квартире находится моя доверитель. Это уведомление. 17.46 позвонила дежурному прокурору в очередной раз. Объяснила, что мы уже почти 50 минут находимся на связи. Я звоню и стучалась даже в дверь. У меня не открывают. Внутри находятся сотрудники. И моя доверитель, у которой проводится следственное действие, на которое явилась адвокат. Дежурный прокурор ответил, что ничем помочь не может. Ему никто не отвечает. Хочу сказать одно. Агентство по финмониторингу при задержании Михаила Казачкова дважды грубо попрало закон. Во-первых, нарушило презумпцию невиновности, объявив журналиста членом ОПГ еще задолго до суда, который неизвестно состоится или нет. А во-вторых, проводило обыск в его квартире не просто в отсутствии адвоката, а не пуская адвоката в квартиру. На понятном языке все это называется беспредел. А это значит, что ни одному слову в заявлении агентства по финансовому мониторингу верить нельзя. Если вспомнить превентивные задержания активистов ОИАН Казахстан, которые прошли 16 декабря, то можно сказать, что после президентских выборов Казахстан стремительно превращается в полицейское государство. Видимо, это тот самый новый Казахстан, который нам обещали. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Салвон Сдар.